КАМЕРА МОТОР Начнём с хорошей новости. Скоро вы узнаете, кто такой режиссёр и почему все на съёмочной площадке его слушают. Режиссёр – это помесь генерала с поэтом. Продолжим очень хорошей новостью. Мы с вами побываем на съёмочной площадке сериала «Папины дочки. Новые». И познакомимся с теми, кто делает этот удивительный сериал. Поняла, да. Ну и, наконец, самая шикарная новость. Вы познакомитесь с моей киносестрой Полиной Айнудиновой. Она известная актриса, у неё уже целая куча ролей. А ещё мы вместе снимаемся в сериале «Папины дочки. Новые». Здорово, правда? Кстати, она уже должна быть здесь, наверное, в гримёрке застряла. Проверим. Ой, Ариной, то есть, Полин, ты чё здесь зависла? Нам надо программу снимать, продюсера там не вставят. Ева, я тебя жду. Зачем приготовила новые кинопремьеры? Честно, я всегда готова. Давай я тебя сейчас загримирую. Ты чё, умеешь? Вот честно, вот давай лучше не надо. Чё-то меня как-то пугает этот эксперимент. Да я королеву грима. Ну не надо, нет! Сейчас ты будешь самая красивая в кадре. После меня, конечно. Вуаля. Ева, ваше лицо готово. Можете отправляться в кадр. Спасибо большое, Полин. Мне очень нравится. Thank you very much. Пойдём в студию? Подожди, но я себя ещё подмахну. Да, конечно. А я пока расскажу последние киноновости. У нас на солнце грандиозная, главная премьера канала мультсериал «Джейд Армор и нефритовый браслет». Обожаю! Могу просто целыми днями смотреть. Там Ланзюнь, крутая школьница с помощью звереконов и их волшебных суперсил, должна оберегать свой город от злодеев. Может, оставим его? Нет! Короче, ей предстоит преодолеть неуверенность в себе и доказать, что она достойна быть новой «Джейд Армор». Всем включать телеканал «Солнце» и смотреть быстро! Я смогу предсказать удары врага, если поставлю себя на его место. Я уверена, что вы все дико скучаете по Чебурашке. Понимаю вас, сама такая. Поэтому, алле-оп! Что такое выходной? День, когда людям не надо трудиться. И мы получаем шикарный новогодний подарок от платформы «Старт». Новые приключения любимого героя – фильм «Чебурашка. Выходной». Кто дольше промолчит, тот и выиграл. Эх, проиграл. Я настоятельно вам рекомендую посмотреть этот шедевр. Про то, как Чебурашка и Гена проводят выходной. Я там, конечно, не снималась, но там есть Чебурашка, ушастик. Это опять большущий аргумент для просмотра. Та-дам! Знакомьтесь, кто еще не знаком. Полина Айнудинова! Удиви меня самым невероятным фактом о себе. Но я не люблю рыбу. Это просто. Мама говорит, Полин, ну съешь кусочек рыбы, я... Фу. Тогда у меня для тебя есть подарочек. Лови! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Блин, нет! А-а-а! Ты такая... А-а-а! Ты шедевок! Куда рыба упала? Ладно, она сказала... Ты же обещала, без каких рыб! А-а-а! Никогда не слушай сестер! Полина Айнудинова, звезда сериала «Папины дочки новые». Полине 10 лет. Она болтушка, хулиганка, выдумщица, кривляка. Обожает танцевать и кидаться едой. Именно эта сцена из «Папиных дочек» больше всего развеселила Полину. У юной актрисы уже 15 ролей. И она не собирается останавливаться. Ведь Полина мечтает получить приз за свою самую главную роль. Полин, а какой приз ты мечтаешь получить? Я хочу получить «Оскар». Желательно, чтобы он был большой. В «Новых папиных дочках» тебе больше всего запомнила сцена, в которой вы с сестрами кидались едой. Там началась какая-то драка. Заварушка. Да. И, ну, в тебя попали оливье. Скажу забавный факт. У Полины аллергия на цитрусовые. И ей попал апельсин. Тем временем. Прям в глаз. Дианиниль, все, майонез! Ты что, ржащий, мурашка мелкая? Что? Мама! Ах ты! Скажи спасибо, что я в тебя сейчас рыбой не кидаюсь. Фу, не говори мне, пожалуйста. Не мурашки. Летская передача. Хотите, мы телепортнем вас на съемочную площадку «Папиных дочек новых». Все вам расскажем, покажем. Заодно и тренер сезона посмотрим. Ну что же, магия кино заключается в том, что я уже успела переодеться. И сейчас я нахожусь на съемочной площадке «Папиных дочек новых». Познакомлюсь с людьми, которые делают это волшебство и снимают этот прекрасный проект. Поняла, да? Вот человек устал спить на обеде. Еще один. С чем заключается смысл профессии креативный продюсер? Продюсер – человек, который отвечает за проект от, по сути, от самого начала, от момента придумывания до момента выхода непосредственно на экран. Три слова, которые ассоциируются у тебя с кино. Обед. О, май гад. От сутны, наверное. Переработки. О. И магия. О-о-о-о. Магия кино. Магия кино. У нас это было. У нас это было. У нас это было. Кстати, вот это вот клаксончик такой небольшой. Это сигнал, когда операторы хотят снимать. То есть, если делают вот так, то они хотят снимать очень сильно. Ну что же, знакомьтесь, это наш оператор, представьтесь. Иван. Иван. Так, скажите, пожалуйста, в чем заключается смысл вашей профессии? Чтобы держать вас в кадре, не выпускать. Три слова, которые ассоциируются с кино. Кофе. Свет уходит. Актеры на точке не стоят. 37, 1, 2. Мы так просто каждый день делаем. Это уже ритуал. Скажи, а вот вообще в чем заключается смысл профессии помощника режиссера? Название говорит само за себя. Это человек, который всегда должен быть в курсе того, что происходит. И в любой момент просто вот с ходу, с лету ориентироваться. Заметь три слова, которые у тебя ассоциируются с кино. Прям вот с твоей профессией. Энергия. Первое. Второе, это счастье. Супер. Потому что я работаю на любимой работе. Это и счастье, и есть. И любовь, потому что как ты можешь... Делать что-то и не любить. Это мой вагончик, моя актерка. Где я живу? Проходите. Ну, на время съемок, где я живу. Проходите. Ну, вы, как видите, у нас никаких разнословов тут нету. Все хорошая, вкусная, домашняя еда, приготовленная своими руками. Ну, не моими, просто своими. Я ее поймала. Скажи, какая у тебя профессия? Художник по реквизиту. Все, что вы видите в кадре, все предметы, предметы быта и все прочее, это все мы. Назови три слова, ассоциирующиеся у тебя с кино. Ответственность. Красота. Счастье. Боже, как это мило. Ты просто не слышала, что Сережа сказал. Каторга, выходной и любимая актриса. У меня детская передача, Сережа. Мне очень тяжело это писать, но я приняла решение уйти от вас. Познакомься с необычной семьей. Один папа, четыре дочки. Вообще-то я веганка. А я на диете. Я помидоры не ем. И куча проблем. Вселенная. Помоги найти работу. Справится ли папа? Крепись. Продолжение культового сериала, который твои родители смотрели в детстве, теперь на солнце. Ура! Эта пуговка приехала! Господи, как же время-то летит. А можешь сделать так? Чтобы моя мама вернулась. Это где мы? В Пыточной. Детская передача. Шучу, просто в игру влились наши коварные продюсеры. Я кое-что слышала о них. Серьезно? Я же смотрю твои передачи. Ну что там продюсеры и их коварство. Так, ну что же, слушай. Перед нами лежат карточки с испытаниями. Предлагаю сразу поспорить, кто выиграет. Тому шоколадка идет? Ну что же, первое испытание. Полин, давай, вытягивай. Кто из вас может больше всех запахнуть в рот маршмеллоу и сказать папин дочке, тот и выиграл. Так, ну условия челленджа мы прочитали, теперь главное выполнить. Смотри, мы кладем в рот штуку и говорим папины дочке. Кто больше засунет, тот и победил. Давай. Папины дочки. Папины дочки. Папины дочки. Ну что же, 1-0 в мою пользу, как говорит Полина, потому что у меня большой рот. Откладываем, потому что я это уже видеть не могу. Следующий челлендж вытягиваю я. Участники по очереди наливают жидкость в стакан. У кого она прольется, тот и проиграл. Ты первая. Тебя вылилось. Это не считается, надо, чтобы и из стакана вылилось. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Нам потребуется туалетная бумага и стакан с водой Раскатываем бумагу, ставим стакан с водой Кто быстрее подвинет к себе стакан и не прольет воду, кто справился с челленджем Ну что, принимайте челлендж Ну что же, я честно очень волнуюсь Начали Еееее, я первая! Ну что же, я победила, с тебя шоколадка А с меня обнимашки, иди сюда Сестра, пойдем в студию Не смей меня щекотаться! Кстати, а какой вопрос тебе чаще всего задают? Ты любишь сниматься? Ты тут прям... Хорошо, давай я тебе задам один вопросик Ты любишь сниматься? Ева, хватит, а! Полина, это моя программа Делаю, что хочу! Помнишь, мы записывали с тобой видео, когда просили подписчиков прислать нам вопросы? Ну что же, мы сейчас будем на них отвечать! Давай? Да, давай! Скажите, а кем вы хотите стать, когда вырастете? Так, Полин, давай ты первая Я хочу стать актрисой юной Так, ну, юной актрисой! Хорошо, я хочу отучиться, ну, стать режиссером, сценаристом, продюсером, чтобы снимать свое кино Но, конечно же, остаться и актрисой, чтобы играть в своих фильмах Дедочка, ты не лопнешь! Скажи это себе! Так, давайте следующий вопрос! Что для вас самое сложное в съемках? Ничего! Мне кажется, для Полины самое сложное ждать! Вот она этого вообще не умеет, честно! Да, да, да! Серьезно, Полина никогда не может просто сидеть на месте! Да, вот если ей вот надо что-то поделать! Да, но Полина, она вот просто такой человек, ей надо вот энергию постоянно в этом не выделять! Я скажу, что Ева очень любит болтать, у нее ручки не закрывают! Полин, ну вообще, я сейчас довольно мало говорю! Девчонки, что надо сделать, чтобы стать актришей? Слушайте! Ева, что надо сделать? Полина, а что надо сделать? Честно, очень много нюансов, но у каждого просто свой путь, и каждый актером становится через свой путь! У меня это произошло совершенно как бы случайно, и актрисой я становиться не планировала! Полин, у тебя как? Ну я тоже вообще, я просто пришла... Ну это просто как-то спонтанно произошло! Да, просто я пришла на кастинг, но моя сестра сначала вообще планировала, а потом режиссер выходит и говорит, почему нам эту девочку, ну, не посмотреть? А мама говорит, да она не пойдет! Эдка, я пойду! И вот меня первую рекламу взяли, и потом вот это вот все комком пошло! Честно, вот я поняла, что я уже актриса, когда я снималась вовсю! Полин, у тебя тоже так? Ну, у меня не так, мне... Ну, когда я была в рекламах, мне так еще не казалось! Вот когда у меня было второй вот, второй вот фильм или сериал, я не помню, вот тогда я поняла... Ну, начала понять... Что ты актриса? Да! Ух, ну и вопросики, но мне кажется, мы шикарно справились! Сейчас мы посмотрим сюжет о том, как наш специальный корреспондент Кира съездила в университет кинематографии и узнала, как же становятся настоящими режиссерами! Всем привет! Сегодня мы с вами находимся в Авгике, в месте, где учат на режиссеров, актеров, сценаристов, операторов и многим другим профессиям в сфере кино. Сейчас мы приехали в гости к Саше, она будущий режиссер. А у нас с вами есть возможность немножко подглядеть за съемочным процессом и узнать, что же это за профессия такая, режиссер. Пошлите быстрее задавать вопросики! Это настоящая съемочная площадка. А вот и режиссер Саша Бадаева. Она здесь главная. Отвечает за все и всех сразу. Если режиссер не скажет оператору, что мы снимаем и как мы снимаем, он может снять все, что угодно. Если я не скажу актеру, что нужно сыграть, понятное дело, актер может в принципе не сыграть и уйти. Так вот для чего нужен режиссер. Получается, он как дирижер в оркестре или даже как учитель в классе. Главный и следит за тем, чтобы кино получилось таким, чтобы просто не оторваться от экрана. Как ты вообще поступила на режиссуру? Мне на самом деле были нужны деньги на скейтборд. Я просто хотела кататься на скейте. Мне мама говорит, как бы, Саш, я не буду тебе покупать, потому что это опасно. Где 12-летнему ребенку заработать деньги? И она такая, ну иди в Яралаш. Я такая, ну ладно. Пошла в Яралаш, прошла кастинг и снялась, заработала деньги. Камера идет. 1, 10, 1. Тогда Саша поняла, ей больше нравится стоять не перед камерой, как актриса, а как раз за ней, на месте режиссера. Затем девушка поступила во ВГИК, а сейчас снимает свой фильм «Маленький принц». Он основан на произведении писателя Антуана де Сент-Экзюпери. А вот и главные герои. Сам принц и его любимая Роза. Самое сложное, это когда идет сама съемка, и сложно не улыбаться для меня именно. Я все время хочу улыбнуться. А самое, наверное, легкое, это когда мы уже все сняли, и нам дают посмотреть, что мы сняли. В роли Розы и принца дети-актеры. Но в процессе все не по-детски. И кастинг, и репетиции. Чтобы не терять ни минуты, ребята даже учили слова на переменах в школе. Как вы учите текст? У вас же очень много текста. Как вы его запоминаете? Читаю, 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 читаю. Когда буквы плывут уже, да? Ты запоминаешь? Да. И потом, как только мне убирать текст, я сразу рассказываю. Судя по актерам, они уже вошли в роли. Мальчик и правда маленький, скромный принц. А девочка обидчивая Роза. Ребята, все, пойдемте снимать. Обед у нас закончен. Все, давайте, Петюк, давайте. Молодцы. Удачи вам, давайте. Режиссер заканчивает звездное интервью буквально одной фразой. Теперь съемочная группа с головой погружается в кинопроцесс. Юрий Михайлович, расскажите, что это за черная мрачная комната, в которой мы сейчас находимся? Это школа. Школа для режиссеров. Мы стоим на сцене, куда они выходят, как к доске, и показывают, чему они научились. В этой мастерской студенты в ГИКе снимают свои первые киноработы. И что же, любой может стать режиссером? Главное качество режиссера – знать цель, к ней двигаться, и не только самому двигаться, но еще вести свою команду. Все жанры хороши, кроме искусственного. Картина проясняется. Значит, если хочешь стать режиссером, то просто отучиться будет недостаточно? Как вы думаете, я бы смогла стать режиссером? Ну, так сразу и не ответишь, но уже пару баллов вы уже заработали. Потому что вы меня загнали вот сюда, вы меня заставили отвечать на вопросы разные, чего я, может быть, и не хотел. Вот, я уже вынужден с вами считаться. Это очень важное качество для режиссера. А Саша Бадаева уже работает на площадке. Ее фильм – это не просто пересказ маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери. Но я снимаю его не всего, а лишь линию между Розой и принцем. Почему именно эта линия? Я очень люблю лирику, драму, но при этом с элементами комедии. Но и, в принципе, это очень мило получается. Прежде чем вот это все снимать, сегодня здесь, мы провели две недели вместе. У нас было около десяти репетиций по два, по три часа. Представляете, как долго и упорно режиссер, актеры и съемочная группа готовились к съемкам. И все ради результата, который зрители увидят только несколько месяцев спустя. А иногда и дольше. Ну и желание рулить кинопроцессом, как капитан корабля. Ну что же, Кира, спасибо тебе огромное. Сюжет был суперклассным. А теперь Блиц-опрос. Блиц-опрос. Главное условие – отвечай быстро. Сниматься в кино или аквапарк? Сниматься в кино. Папины дочки или мамины дочки? Папины дочки. Лето или зима? Зима. Актер или режиссер? Актер. Лиза, Арина или Соня? Э-э-э-э, я не знаю. Соня. Почему не Диана? А там не было. Ну как бы ты сама придумать могла? Ну ладно, ладно, Диана, Диана. А теперь приятно. Ты понимаешь, какую бы травму ты мне нанесла, если бы сказала Соня? А сейчас я предлагаю выбрать фрагмент, с которым потом наши замечательные зрители снимут дуэт в лайки. Я хочу вот этот фрагмент. Поиск богатого мужа, свадьба, развод и половина его денег. Вау! Гениально! Я записываю. А если, допустим, теоретически выйти замуж по любви? У-у-у! Ну что ж, ребят, а я пока напомню правила. Мы выложим этот фрагмент в лайке, а вы запишите с ним дуэт, делайте что хотите, веселитесь, кривляйтесь, короче, креативьте. Мы все обязательно посмотрим, а самый лучший покажем в эфире. Всех лю! Субтитры сделал DimaTorzok